Единственный и самый неизвестный для красноярских болельщиков новичок Енисея шведский легионер Эрик Петерсон. Сергей Ломанов и Илан Джусоев лишь вернулись в родной клуб. А вот Петерсон круто изменил свою жизнь. Игрок сборной Швеции и лучший нападающий последнего чемпионата мира решил на год подписать контракт с нашей командой. Надеюсь, мы вместе сыграемся, найдем взаимопонимание и будем выигрывать много матчей в этом сезоне. Для меня, конечно, очень важно, чтобы я был полезен в команде, на поле и вне его, чтобы сыграться вместе и показать все, что можно. Также Эрик рассказал, что, возможно, останется в Красноярске и дольше одного сезона, если понравится. А вот Сергею Ломанову в Швеции в целом не очень понравилось. Привычка шведских игроков спокойно относиться к поражениям и не анализировать игры доводила Ломанова до злости. То, что менталитет, наверное, надо время, чтобы привыкнуть к нему. А кто-то не привыкает. Или, наверное, смириться с этим. Я не мог смириться из-за этого. Мне по душе ближе вот эти максимальные задачи, которые ставят на всей ГТР. И есть и критика, и давление со стороны. Но мне это ближе. Алан Джусоев посчитал для себя выгодным вернуться в Красноярск, как он рассказал. И денег побольше, и для карьеры полезнее. Алан готов биться за победу в чемпионате страны. Ну, хочется вернуть то, что утеряли в том году. Вот это, наверное, самое главное. Да и вообще по максимуму. Говорили про максимализм в каждом турнире, где участвуем. По максимуму. Главный тренер Енисея Сергей Ломанов признался, что человек суеверный. Громкие заявления о победе в предстоящем чемпионате России делать не хочет. Однако отметил, что новички усилят необходимые позиции. И в целом команда не будет менять стиль игры. До 16 июля команда пробудет в Красноярске, а потом уедет на сборы в Швецию. Поиграть не на траве, а на реальном льду. А дальше еще цикл сборов и старт чемпионата России. Кстати, в этом сезоне из-за реконструкции стадиона Енисей домашней ареной красноярских хоккеистов станет локомотив. Андрей Стародым, Павел Подолицын. Новости.